Ухаживать за любой рассадой нужно бережно и главное с любовью, рассказывает овощевод с 10-летним стажем Светлана Августинович. В теплицу женщина заходит с улыбкой, с ней же собирается домой. Говорит, растения все чувствуют. В этом году она работает на выращивании огурцов. За культурой нужен глаз да глаз. Растет она очень быстро, а уход должен быть беспрерывный, чтобы стебли и листья оставались в целости. Я работаю в рассадном отделении, мы их выращиваем, потом девчонки это мы все им подаем, девчонки это все высаживают. Вот и мы уже потом приходим и начинаем это. Мы начинаем работать с самого кубика, семечка и все пошло дальше. И пока нет. А самый тяжелый период это когда оно еще растет и уже начинают давать плоды. Надо успеть и собрать, и надо успеть и за ним поухаживать. Весна на Гродницкой овощефабрике начинается в декабре. Именно в это время здесь посевная. Потом на протяжении трех недель растения находятся в рассадном отделении, где специалисты придирчиво выверяют все параметры температуры воздуха, влажности и освещенности теплиц. 24 тысячи растений сейчас находятся на одном гектаре земли. Три гектара засеяно только огурцами. Урожай с этой площади в среднем миллион килограммов, так что дефицита товара точно не будет. В целом, рассказывают овощеводы, ухаживать за огурцами куда сложнее, чем за теми же томатами. Огурца, его много, он быстро растет. Как бы ее выбирать его через день. А томат мы выбирали два раза в неделю. Как бы так. И потом вот шел остальные дни, мы просто ухаживали за растением, чтобы оно не сломалось. А огурец надо выбирать будет через день и тоже за ним ухаживать. Посыпано, это не опилки, как вы думаете. Там бегают такие маленькие, ну, букашечки такие маленькие, которые уничтожают вредителей. Чтобы они не поедали огурец, не уничтожали его. Для питания растений агрономы составляют точный рецепт, где соблюдены все пропорции микроэлементов. Это напрямую влияет на качество продукции. Химические способы защиты стараются свести к минимуму. Работа в теплице действительно очень кропотливая. Подкручивать растение, к примеру, нужно как минимум два раза в неделю, чтобы оно приняло правильную форму и не заламывалось. Иначе плоды просто перестанут наливаться. А это огромные потери в урожае. Выращивают на овощной фабрике в эти дни огурец двух сортов – среднеплодный яни и короткоплодный бёрн. Урожайность первого, к примеру, 30 килограммов с метра квадратного за сезон. Он пользуется спросом как в нашей области, так и за рубежом. Уже на следующей неделе этот овощ поступит на прилавки гродненских магазинов. И стоить будет около 7 рублей. А короткоплодный бёрн гродницы смогут попробовать в марте. Потом появится баклажанчик, потом томат и перчик под занавес. Всё растёт, огурец растёт и томат высажен. А перец, баклажан ещё в рассадном отделении. Там период нахождения в рассадном отделении 55-60 дней. Если огурец в рассадном отделении 23 дня, то перцу, баклажану надо в три раза дольше там пробыть. Сейчас на овощной фабрике постепенно готовятся к самому сложному весенне-летнему сезону, когда ожидается пик урожайности. Однако, несмотря на нагрузку, на прилавки будут поступать только качественные и свежие овощи. Анна Соловей, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова